Итак, продолжаем разоблачать наглую азербайджанскую пропаганду и безимдирию. Азербайджанские пантюркисты и безимдирщики уже надоели со своим щербетом, они его постоянно произносят, думая, что у них во рту станет слаще. Один из таких щербетов звучит так, что Дербент — это азербайджанский город. Безимдирщики, а вы можете за свои слова отвечать или только вонючий воздух гоняете? Тогда я вам обосную, кто такие циапаши в Лезгинском Дербенте. Известие Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Тифлис 1877 год. Всех же татов в губернии насчитывается до 89 тысяч. Находим их в небольшом, впрочем, числе и в Южном Дагестане, вплоть до самого Дербента. Одновременно, по всей вероятности, с татами выселились из Персии евреи, живущие в Кубинском уезде и Южном Дагестане и говорящие тоже по-татски. Но татам не суждено было приобрести значение в означенной стране. Гораздо позже и в гораздо большем числе нагрянули туда из Персии татары, говорящие тюрко-адербиджанским наречиям. Пятый археологический съезд в Тифлисе Монсветово, Москва 1882 год. Кто такие Южные татары? Они, как это показывает и само их название, пришли на Кавказ с персидской провинцией Адербиджана. Наречия их, подвергшиеся влиянию персидского языка отличаются, необыкновенную простотою и весьма доступна для изучения. Известие Кавказского отдела том 4, Тифлис 1875 год. Наречие дербентских тюрок или Адербиджанское образовалось вблизи Дербента. Уже само название Адербиджанское ясно указывает на то, что означенное наречие образовалось не вблизи Дербента. Записки Кавказского отдела. Книга 8. Тифлис 1873 год. В особенности частые переселения производились в Дербент персидскими шахами, для которых весьма важно было обладание этим городом. Еще до настоящего времени в Дербенте различаются между собой следующие племена. 1. Караманлы, переселенные шахом Измаилом в 1509 году из Тавриза. 2. Курчи, пришедший при шахе Тахмаспе в 1540 году. 3. Баят, при шахе Аббасе, в конце 16 века и Микри, пришедший при шахе Надире в 1741 году. Из остальных племен различаются между собою, террикемия, выходцы из Туркмении, падр, кородоглы, дели Чабан, арабляри и маграга. Все они говорят тюрко-одербиджанским языком. Дербентцы отличаются особым выговором. Всего в Дербенте и 29 тюркских селениях считается 4063 двора и 18250 душ. Но что циапаши, вам вообще есть что сказать? Вы пришли не только в Дербенте, но и на всем Кавказе. Пантюркисты и отуреченные персы, вы позор Кавказа, у вас нет ни чести, ни достоинства, вы позор Ислама, у вас нет имана, вы зная правду продолжаете нагло врать, вы готовы взять чужих отцов и предков себе лишь бы присваивать чужое. Вы, прикрываясь Исламом, пытаетесь растворить целые народы в себе и получить их земли. Вы, кочевники без роду и племени, вышедшие из грязных юрт, обогатились на лесгинской нефти, ваши соплеменники в Персии до сих пор ездят на ослах и живут в юртах, это шахсевины. Если вы будете дергаться в нашем лесгинском Дербенте, то вы потеряете половину своего фальшивого Азербайджана и покатитесь обратно в Иран. Мы плюем и будем плевать вам в лицо, пока вы не перестанете вести себя как шакалы.